В Центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей сегодня суетно. В гости пожаловали все друзья учреждения. 1 июня – это день, когда здесь традиционно собираются те, кто помогает детскому дому в течение всего года. Воспитанники Центра к этой встрече готовились долго и тщательно. Репетировали творческие номера, учили стихи и песни. Это благодарность гостям за то, что они не забывают о своих подопечных. Ананасы, мороженое, торт и другие вкусности. Ребята еще несколько дней будут лакомиться угощениями, которые получили в День защиты детей. А вот подарками от металлургического завода Балакова воспитанники Центра будут пользоваться гораздо дольше. Ноутбуки, колонки, наушники и другие гаджеты пригодятся им и в учебе, и в творчестве. Вы даже не знаете, как вы нас поддержали. Почему? Потому что дистанционку, к сожалению, не отменял никто. А вот для Данилы Новикова дистанционка в школе завершена. Он в этом году единственный выпускник в учреждении. И ему в День защиты детей вручили его первый взрослый документ – аттестат об окончании школы. Ты должен его носить с гордостью, чтобы ты действительно доказала, на что ты способен в жизни. Удачи тебе, благополучия и мудрости. Данила сегодня в центре внимания. И он знает, в любое время с любым вопросом он может обратиться и к сотрудникам детского дома, и к своим старшим товарищам, представителям предприятий, взявшим шефство над воспитанниками учреждения. Именно мы, взрослые, должны в этот момент оказаться с ними рядом, протянуть им руку помощи. Ведь дети – это наше будущее, и то, какое оно будет, зависит только от нас. Представители металлургического завода в детском доме – частые гости. И никогда не приходят с пустыми руками. Благодаря этому у ребят праздники бывают гораздо чаще, чем указано в календаре. Хотелось бы, чтобы этот день защиты детей действительно стал не один день в году, а все 365 дней вас действительно кто-то защищал. Понятно, что для вас это важно, пока вы не вырастите и сами не вырастите взрослых, и тоже будете обязательно защищать детей. Подарки от металлургического завода в этот день получили и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сто продуктовых наборов были доставлены из центра семья по заявкам тех, кто стоит здесь на учете и остро нуждается в помощи. Не секрет, что в связи с пандемией многие семьи оказались в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Люди пишут письма, обращаются и особенно нуждаются в продуктах. Поэтому хотелось бы сегодня выразить огромную благодарность металлургическому заводу Балакова за огромную помощь в виде продуктовых наборов. День защиты детей – это не только праздник для ребятни. Это также возможность для взрослых обратить внимание на их проблемы и поддержать на пути во взрослую жизнь.